Беседы Христа последних дней Различия между произнесением слов и доктрин и истинной реальностью Отрывок Некоторые люди вообще не обладают проницательностью. Они следуют за любым, кто стоит во главе. Они перенимают хорошие привычки, когда во главе хорошие люди, и учатся дурному, когда во главе плохие люди. Они учатся всему у того, за кем следуют, кем бы он ни был. Когда они следуют за неверующими, они уподобляются демонам. Следуя за верующими в Бога, они начинают приобретать некое подобие человечности. Они не уделяют внимания пониманию истины и притворению ее в жизнь. Они просто следуют за другими, слепо копируя их. Они слушают, кого пожелают. Может ли такой человек понять истину? Совершенно исключено. Люди, которые не понимают истину, никогда не смогут действительно измениться. Знания и доктрины, человеческое поведение, манера говорить. Всем этим внешним вещам можно научиться у людей. Однако истину и жизнь можно обрести только из Божьих слов и работы, и их невозможно получить от известных или выдающихся людей. Как верующим следует есть и пить слова Бога? Это напрямую связано с важнейшим вопросом. Способен ли человек понять и обрести истину или нет? Есть и пить Божьи слова нужно правильно. В церковной жизни и при исполнении своего долга верующие должны есть и пить слова Бога, нацеленные на реальные жизненные проблемы, и решать эти проблемы. Это единственный путь к пониманию истины. Однако, если они поймут истину, но не будут притворять ее в жизнь, они не смогут войти в истину-реальность. У некоторых людей хороший духовный уровень, но они не любят истину. Хотя они могут немного понять истину, они не применяют ее на практике. Могут ли такие люди войти в истину-реальность? Понять истину не так просто, как понять доктрины. Чтобы понять истину, ты в первую очередь должен знать, как есть и пить Божьи слова. Вкушай и пей, к примеру, текст, касающийся истины о любви к Богу. Божье Слово говорит «То, что называется любовью, это чистое и непорочное чувство, когда ты пользуешься своим сердцем, чтобы любить, чувствовать и размышлять. В любви нет условий, нет преград и нет расстояний. В любви нет подозрения, нет обмана и нет хитрости. В любви нет никакой торговли и ничего нечистого. Так Бог определяет любовь, и это истина. Но кого тебе следует любить? Должно ли любить своего мужа, свою жену, своих братьев и сестер по церкви? Нет. Когда Бог говорит о любви, он говорит о любви не к твоему собрату, человеку, а о любви человека к Богу. Если человек воистину познал Бога, воистину увидел, что его характер праведен и свят, и почувствовал, что Божья любовь к человеку самая истинная и искренняя, то и любовь такого человека к Богу тоже истинная. Как притворить в жизнь любовь к Богу? Прежде всего, необходимо отдать Богу свое сердце. Тогда это сердце будет способно любить Бога. Если в самом своем сердце человек истинно увидит, насколько прекрасен Бог, то он не будет подозревать Его. дистанция между ним и Богом исчезнет, и его сердце наполнится чистой и безупречной любовью к Богу. Безупречность означает, что у тебя нет никаких сумасбродных желаний, и ты не предъявляешь Богу никаких сумасбродных требований, не ставишь Ему условий и не ищешь никаких оправданий. Это значит, что в твоем сердце Он стоит на первом месте, что только Его слова занимают твое сердце. Это чистое и безупречное чувство. Это чувство означает, что Бог занимает определенное место в твоем сердце. Ты непрестанно думаешь о нем и помнишь о нем в любой момент. Любить значит пользоваться своим сердцем, чтобы любить. Пользоваться своим сердцем, чтобы любить, значит быть внимательным, заботливым и с ревностным стремлением. Чтобы преуспеть в любви к Богу всем сердцем, сначала надо стремиться познать Бога, познать Его характер и Его чудесность. Если ты совсем не знаешь Бога, ты не сможешь Его полюбить, даже если захочешь. В настоящее время вы все готовы стремиться к истине и хотите ее обрести. Даже по-настоящему не зная Бога, ты должен настроить свое сердце на то, чтобы тянуться к Нему, приблизиться к Нему, покориться Ему, быть внимательным к Нему, делиться с Ним своими мыслями и в душе изливать Ему свои трудности. Если ты не понимаешь истины, ищи Бога. Обрати свой взор к Богу и положись на Него, когда не можешь справиться с чем-то сам. Если молиться Богу таким образом, Святой Дух просветит и направит тебя. Не цепляйся за мысль, что мне нужно сделать для Бога, какие важные дела я должен совершить. Это просто пустые слова, лишенные практического смысла. Они обретут практический смысл, только если полюбить Бога всем сердцем и удовлетворять Его в малых делах и обязанностях, которые ты способен выполнить. Хотя ты и не говоришь вслух о том, как следует любить Бога и до какой степени, Бог уже в твоем сердце, и ты хочешь угодить Ему. С какими бы затруднениями ты не сталкивался, если твое сердце готово угодить Богу, и ты способен сделать что-то, чтобы угодить Ему, и можешь выдержать некоторые трудности, чтобы угодить Ему, тогда ты по-настоящему любишь Его. Если ты понимаешь некоторые истины и принципиален во всех вопросах, ты сможешь почувствовать Божью любовь, почувствовать, что все, что говорит Бог, есть истина и реальность, которая помогает людям во все времена. И ты поймешь, что люди не могут отступить от истины Божьих слов, и их сердца не могут быть без Бога. Почувствуешь, что без Бога нет жизни, и поймешь, что если бы ты действительно оставил Бога, ты просто не смог бы жить, что было бы мучительно. Когда ты испытываешь все это, у тебя есть любовь, и в твоем сердце есть Бог. Пользуйся своим сердцем, чтобы любить, чувствовать и размышлять. Это многое предполагает. Именно такой истинной любви Бог требует от человека. Другими словами, ты должен всем сердцем любить Его, быть исполненным мыслей о Нем и постоянно помнить и думать о Нем. Это не сводится к простому произнесению слов или намеренным заявлениям перед другими. Напротив, в первую очередь, это означает делать что-то от всего сердца и позволить своему сердцу управлять твоей жизнью и всеми поступками без какой-либо мотивации, фальсификации или подозрений в сердце. Такое сердце гораздо чище. Если ты можешь понять истину, тебе легко подчиняться Богу. Что думает человек, который всегда подозревает Бога? Правильно ли Богу это делать? Почему Бог так говорит? Если нет причины, по которой Бог говорит это, я не покорюсь. Если со стороны Бога неправедно так поступать, я не покорюсь. Пока что я оставлю это. Не таить подозрений означает признавать, что все, что говорит и делает Бог, является правильным, что в случае Бога не бывает правильного или неправильного, и что человек должен быть покорным Богу, быть внимательным к Богу, угождать Богу и разделять Его мысли и заботы. Независимо от того, кажется ли тебе все, что делает Бог, значимым или нет, и согласуется ли это с человеческими представлениями и фантазиями. Независимо от того, соответствует ли это человеческим доктринам, ты должен всегда быть покорным и относиться к этим вещам с богобоязненным и богопослушным сердцем. Такая практика согласуется с истиной. Это проявление и практическое выражение любви. Следовательно, для постижения истины очень важно знать, как есть и пить Божьи слова. Если ты читаешь Божьи слова слишком мало, не читаешь их истово и не созерцаешь их своим сердцем, то ты не сможешь понять истину. Все, что ты сможешь понять, это немного доктрины, и поэтому тебе будет очень трудно понять Божьи намерения и цели в Его словах. Если ты не понимаешь целей или результатов, которых намереваются достичь Божьи слова, если ты не понимаешь, что Его слова стремятся совершить и усовершенствовать в человеке, то это доказывает, что ты еще не постиг истину. Почему Бог говорит то, что Он говорит? Почему Он говорит в таком тоне? Почему Он такой ревностный и искренний в каждом произносимом им слове? Почему Он выбирает использование определенных слов? Ты знаешь? Если не можешь сказать с уверенностью, это означает, что ты не понимаешь Божьи намерения и цели. Если ты не понимаешь контекст, стоящий за Его словами, то как ты можешь понять и практиковать истину? Обрести истину значит сперва понять Божьи намерения в каждом сказанном им слове, а поняв эти слова, притворить их в жизнь, чтобы Божьи слова жили в тебе и стали твоей реальностью. Поступая таким образом, ты войдешь в истину-реальность. Только когда у тебя есть глубокое понимание слова Бога, ты можешь по-настоящему уяснить истину. После понимания всего лишь нескольких слов и доктрин, ты думаешь, что понимаешь истину и обладаешь реальностью. Это самообман. Ты даже не понимаешь, почему Бог требует, чтобы люди практиковали истину. Это доказывает, что ты не понимаешь Божьи намерения и что ты все еще не понимаешь истину. На самом деле, Бог предъявляет это требование к людям с целью очистить и спасти их, чтобы они отбросили развращенные черты своего характера и стали теми, кто знает Бога и покорен Ему. Именно этой цели Бог хочет достичь, требуя от людей практиковать истину. Бог говорит истину тем, кто любит ее, кто жаждет ее, кто ищет ее. Что касается тех, кого занимают слова и доктрины, и кто любит произносить длинные высокопарные речи, они никогда не обретут истину. Они обманывают самих себя. У таких людей неверный взгляд на истину и Божьи слова. Они смотрят под неверным углом и получают искаженное представление. У них совершенно неправильная точка зрения. Некоторые люди предпочитают изучать Божьи слова. Они постоянно анализируют, что Божьи слова говорят о месте назначения или о том, как быть благословенным. Эти слова интересуют их больше всего. Если Божьи слова не соответствуют их представлениям и не удовлетворяют их желание получить благословение, они приобретают негативный настрой, перестают искать истину и не хотят полностью посвящать себя Богу. Это показывает, что истина их не интересует. В результате они не воспринимают истину всерьез. Они способны принимать лишь ту истину, которая соответствует их представлениям и фантазиям. Хотя такие люди ревностны в своей вере в Бога и всеми способами пытаются делать какие-то добрые дела и показывать себя с лучшей стороны, они делают это лишь для того, чтобы иметь хорошее место назначения в будущем. Несмотря на тот факт, что они также принимают участие в церковной жизни, едят и пьют Божьи слова, они не будут практиковать истину и не обретут ее. Есть также некоторые люди, которые едят и пьют слова Бога, но делают все просто формально. Они думают, что обрели истину, просто поняв несколько слов и доктрин. Что за глупцы? Слово Божье есть истина. Однако после прочтения Божьих слов не обязательно понимаешь и обретаешь истину. Если ты не сумеешь обрести истину, вкушая и испевая слова Бога, то ты обретешь слова и доктрины. Если ты не знаешь, как практиковать истину или как действовать в соответствии с принципами, то останешься без истины реальности. Ты можешь часто читать Божьи слова, но впоследствии ты не сможешь понять Божьи намерения и воспримешь лишь некоторые слова и доктрины. Как есть и пить Божьи слова, чтобы понять истину? Прежде всего, ты должен осознать, что слово Бога не так незамысловато. Слово Божье чрезвычайно глубоко. Пережить всего одно предложение из Божьих слов требует целой жизни. Не имея нескольких лет опыта, как ты вообще можешь понять слово Бога? Если, читая слова Божьи, ты не понимаешь Его намерений и цели Его слов, их происхождения, результата, к которому они стремятся, или того, что они стремятся совершить, то как тебя можно считать человеком, понимающим истину? Возможно, ты читал Божьи слова много раз, и, возможно, ты можешь цитировать многие из отрывков наизусть, но ты все еще не способен практиковать истину, совсем не изменился, и твои отношения с Богом такие же отстраненные и отчужденные, как всегда. Сталкиваясь с чем-то, что противоречит твоим представлениям, ты продолжаешь сомневаться в Нем и не понимаешь Его, но оправдываешься перед Ним, имеешь представление о Нем, превратно понимаешь Его, противишься Ему и даже хулишь Его. Что это за характер? Это заносчивость и отвращение к истине. Как могут люди, которые так заносчивы и питают такое отвращение к истине, принимать или практиковать ее? Такие люди абсолютно никогда не смогут обрести истину или Бога. Хотя у каждого есть экземпляр книги, слово является воплоти, и все ежедневно читают Божьи слова и делают заметки. Слушая беседы об истине, воздействие на каждого человека различно. Одни сосредоточены на том, чтобы вооружиться знаниями и доктринами. Другие всегда ищут, в чем состоит хорошее поведение, которого следует придерживаться, и заняты этим. Некоторые желают читать глубокомысленные слова, раскрывающие тайны. Кого-то больше всего волнуют слова о будущем месте назначения. А есть и такие, кому нравится изучать постановления периода Царства и изучать Божий характер. Некоторые готовы читать Божьи слова утешения и увещевания, адресованные человеку. А кто-то желает читать пророчества, слова Божьих обетований и благословений. Некоторые хотят читать слова, которые Святой Дух обращает ко всем церквям и готовы быть Его Сыном. Могут ли они обрести истину, читая слова Бога подобным образом? Стремятся ли к истине эти люди? Может ли их спасти такая вера в Бога? Вы должны ясно понимать такие вещи. В настоящее время есть новые верующие, которые говорят, как чудесны Божьи слова утешения, обращенные к человеку. Он говорит, «Сын мой, сын мой, кто еще в этом мире так тебя утешит?» Они считают себя сыновьями Божьими и не понимают, кому Бог говорит эти слова. Есть люди, которые до сих пор не понимают этого даже после нескольких лет веры в Бога. Они говорят подобные вещи без всякого стыда и не испытывают по этому поводу никакого смущения. Понимают ли они истину? Они не понимают Божьих намерений, но осмеливаются претендовать на положение Его Сына. Что они понимают, когда читают слова Бога? Они совершенно неправильно их толкуют. Когда люди, которые не любят истину, читают слова Бога, они не понимают их. Когда ты беседуешь с ними об истине, они не придают большого значения ее принятию. Тех, кто любит истину, напротив, чтение Божьих слов трогает. Они чувствуют власть и силу в Божьих словах. Они способны исследовать истинный путь и принять истину. Такие люди имеют надежду вернуться к Богу и обрести истину. Людей, которые любят изучать Божьи слова, всегда интересует то, как Бог меняет свою форму, когда Бог покинет этот мир и когда наступит Божий день. Их не волнует собственная жизнь. Люди озабочены вопросами, которые являются личным делом Бога. Если ты постоянно задаешься этими вопросами, это вмешательство в Божье постановление и Его план управления. Это неразумно и оскорбляет Божий характер. Если тебе очень хочется задать вопрос или что-то узнать, и ты не можешь сдержаться, помолись Богу и скажи, «Боже, эти вопросы касаются твоего плана управления, и это твое личное дело. Я не буду любопытствовать о вопросах, которые недоступны моему пониманию или о которых мне не следует знать. Пожалуйста, удержи меня от неразумных поступков». Как человек может понять дела Божьи? Если Бог не упомянул и не провозгласил определенные вопросы, связанные с Его работой и планом управления, это доказывает, что Он не хочет открывать их людям. Все, что по замыслу Бога, людям следует знать, содержится в Его словах, и вся истина, которую ты должен понять, тоже в Его словах. Есть так много истин, которые ты должен понять. Все, что надо сделать, всмотреться в Божьи слова. Если ты не можешь чего-то в них найти, не требуй ответа. Если Бог чего-то тебе не сказал, бесполезно спрашивать снова и пробовать докопаться. Он сказал тебе все, что ты должен знать, и не расскажет и не откроет то, чего знать не положено. В настоящее время большинство верующих еще не вступили на правильный путь. они не знают, как размышлять над Божьими словами, когда читают их, не говоря уже о том, чтобы притворять их в жизнь или переживать. Есть и такие, кто не исполняет свой долг или не занимается надлежащими делами. Таким верующим еще труднее понять истину. Чтобы понять истину, нужен многолетний опыт. Как можно понять истину или войти в реальность без добросовестного чтения Божьих слов, без притворения их в жизнь и переживания на собственном опыте? Как вступить на правильный путь веры, не покорившись Божьей работе? И если ты не вступишь на правильный путь веры, то как тебя можно спасти? Истинно верующие должны ясно это понимать. Субтитры создавал DimaTorzok